В этой семье делить все поровну учат с детства. Взял конфету себе, угостись сестер и брата. У Виктории Горбуновой подрастает пятеро помощников. Несколько лет женщина растила их одна, но полгода назад в доме появился кормилец. Пятеро детей. Конечно, много денег уходит на продукты. Потому что, понимаете, что каждый день они должны кушать, они должны быть одеты. Игрушки маленькие. Для старших тоже хватает. Тем более, конечно, учебный год это тоже нелегко. Перед первым сентября у родителей забот немало. Нужно и школьную форму обновить, и канцелярию. Не у всех есть возможность собрать даже одного ребенка. Но подготовить к учебе сразу нескольких детей – серьезная финансовая нагрузка. Проблему решают общими усилиями. 95 школьников с 1 по 5 класс из семей с небольшим достатком. Неравнодушные люди подарили детям настоящий праздник прощания с летом. А вместе с ним и новые учебные принадлежности. Внутри ранца ручки, тетрадки, альбом для рисования, цветные карандаши. Целый набор канцелярий, которые может понадобиться школьнику в течение года. Останется теперь только хорошо учиться и радовать родителей отличными отметками в дневнике. Помогли и Иванне Шахбановой. Благодаря акции «Милосердие без границ» и поддержке районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, совсем скоро исполнится главная мечта девочки. Она сможет слышать. Городская администрация вместе с местными предпринимателями помогает малоимущим семьям с ремонтом. Организовывают детям досуг, собирают их в школу. Наши предприниматели, представители всего сообщества Черноморского района оказывают помощь детям из малообеспеченных семей. Мы же прекрасно понимаем, что не у каждого ребенка сегодня есть возможность достойно собраться в школу. И не зависит это от ребенка. Но так оказалось в жизни трудный момент. А мы должны помочь. До начала учебного года осталось меньше недели. Теперь, когда все необходимые принадлежности в рюкзаках, оценки в дневнике зависят только от старания самих школьников. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.